Я вас приветствую, вы на канале TradeFact, с вами Глеб и в этом видео мы поговорим о том, что мы можем ожидать от цены биткоина на ближайшие дни, о событии, которое у нас будет уже буквально завтра, 22 декабря, которое также может отразиться на цене биткоина и, собственно, на настроениях на крипторынке. И давайте приступать. Надеюсь, у нас получится это сделать все максимально в экспресс-обзоре, коротко и только лишь по делу. Начнем мы с биткоина, а точнее с его ленты сделок. За последние сутки среди котировок от 10 битков у нас идет почти что один в один соотношение всех покупок и всех продаж. То есть продаж у нас 703 и покупок у нас 881. У нас нет каких-то сильно больших экстраординарных ордеров и в целом у нас ситуация относительно нейтральная. Теперь, что касается стаканов по ближайшим зонам поддержки. У нас поддержка начинается с 16700 вплоть до 16360. Первый диапазон. Есть подтверждение по бирже Bitstamp. Также видим хорошее подтверждение по бирже Bitfinex. И отчасти у нас здесь стоит небольшая ширма 16500 по бирже HitBTC. Следующий диапазон поддержки у нас остается абсолютно тот же, что и был в предыдущем обзоре. Это 16-15 тысяч долларов. Здесь сосредоточен самый большой пока что объем. Мы видим подтверждение 15 тысяч долларов по бирже Bitstamp. И видим очень хорошее подтверждение по бирже Bitfinex. И очень жирную ширму по бирже HitBTC. Но опять же в моменте, если будем пробивать, она может сниматься. Пока что она выступает лишь как такая психологическая планка. Теперь, что интересного по графику у нас происходило по BitQ? Давайте наиболее интересно будет посмотреть недельный график, где отчасти мы увидели уже подтверждение недельной формации. Надеюсь, что вы помните, когда у нас закрылась неделька, закрылась она у нас максимально негативно по медвежке. Потому что у нас большой хвост снизу, который свидетельствовал о том, что здесь у нас покупок особо не было. И здесь были преимущественно продажи во второй части недели. Маленькое тело. И мы увидели частичную отработку, как с открытия недели мы падали на 2,6, почти что на 3%. Но пока что этот негатив у нас не закрепился. Мы не упали на 16 тысяч долларов, мы не упали ниже. Но в принципе до конца недели у нас остается еще прилично. Почти что 5 полных дней. И мы можем попробовать проштурмовать 16 тысяч и даже закрепиться немножко ниже. Но опять же, это лишь по недельке. Пока что паттерн частично свечной недели, по свечному анализу недельки у нас отработал. Но отработал лишь частично. У нас потенциал нападения еще сохраняется. Но гораздо интереснее посмотреть, что у нас произошло на дневке. Пока что на крипторынке у нас действительно штиль. Все идет вслед за S&P 500. S&P 500, когда у нас падал, у нас упал биткоин. Потом немножко S&P 500 подрос, у нас подрос биткоин. Но в целом давайте по ключевым уровням и диапазонам. Биток у нас упал на один из уровней 16300, откуда уже отбился более чем на 3%. В принципе пока что все эти уровни у нас остаются релевантными. И для нас сейчас на дневке будет очень важно, сможет ли биток закрепиться выше чем 16774. Тогда мы можем снова попробовать проштурмовать этот диапазон уровней сопротивления. Пожалуйста, их запомните, чтобы еще раз их не дублировал. Но в случае, если мы снова заходим сюда, то мы можем увидеть дальнейшую проторговку здесь. Либо попробовать уже опускаться к 16000 долларов и пробивать 16300. Все будет зависеть от того, как у нас, кстати, день у нас открылся буквально 3-4 часа назад. И в зависимости от того, как у нас дневная свеча закроется, мы зайдем снова в эту зону. Значит, мы увидим продолжение флета и дальнейшую попытку пробить 16300. Либо, если мы будем закрываться выше, чем эта отметка, тогда у нас открывается путь в этот диапазон сопротивления. Запоминайте, это довольно важный показательный паттерн, который вам поможет принять наиболее грамотные сбалансированные торговые решения. Также давайте пару слов по индексу S&P 500. Видим, да, что за последнюю неделю у нас было сильное снижение. Мы упали более чем на 7%. Но теперь из интересного за, по крайней мере, сегодняшние сутки у нас идет попытка пофлетить, немножко отскочить. Чем увенчается эта попытка сегодня? Давайте наблюдать. Возможно, мы стукнемся в уровень 3857, от которого у нас может продолжиться дальнейшее снижение. Если мы закрепляемся выше, чем этот уровень, то, в принципе, у нас может быть позитив и снова попытка выйти из этого нисходящего канала и увидеть вот что-то такое. Опять же, так же, как и на битке, сегодня будет показательная дневная свеча, за ней внимательно наблюдаем. И финалочку, которую я вам хочу показать, это по графику биржи Bybit один интересный паттерн. На дневке я вам показывал, что у нас есть такая трендовая, около которой мы не раз ударялись, ходили-ходили, и пока мы ее окончательно не пробили. Вот отсюда есть, рождается хорошая идея по входу в шорт, где мы можем начинать шортить в рынок. У нас есть горизонтальные уровни поддержки, есть горизонтальные уровни сопротивления, но также у нас может выступать трендовая определенным сильным уровнем, точнее диапазоном сопротивления. Если в ближайшие несколько дней мы все-таки прорываем 17 тысяч долларов и уходим вверх, то мы можем стукнуться в эквивалент от 17 тысяч 850, заканчивая где-то 18 тысяч 200. И возможно, эта зона будет неплохой зоной для открытия своих шортовых позиций, так как здесь у нас будет сдерживать и сильные уровни сопротивления, у нас будет трендовая, в которую мы ударяемся, и у нас будет недавний хай, который мы установили в 18400. То есть, если мы будем пробивать весь этот диапазон, то у нас велика вероятность, что нам тогда собьют стопы и мы уже пойдем вверх. Но в целом у нас есть неплохая вероятность процентов 55-60, что когда, если цена у нас придет в этот диапазон, то отсюда мы увидим неплохие отскоки, где мы можем уже себя застраховать и перенести в безубыток, либо зафиксировать значимый кусок своей прибыли и в любом случае ситуация вин-вин, где мы закрываем прибыль на свою сделку. В принципе, какой-то новой информации по техническому анализу сетя на текущий момент нет и не появилось за последние два дня. По новостному фону на крипторынке, да даже частично на фондовом рынке у нас все спокойно. Но, ребят, не забывайте, что на фонде у нас завтра выходят данные по ВВП США. Это будет в 16.30 по Москве и в 15.30 по Киеву. И в зависимости от этих событий мы можем увидеть определенную повышенную волатильность на крипторынке. Можно будет на этом попробовать заработать в моменте в зависимости от выхода прогнозируемых данных и фактических, какое у нас будет отличие. И в целом дальнейшее направление биткоина может немножко задеть экономическое событие в ВВП США. Да, но не несет такую огромную силу, как поднятие либо понижение процентной ставки ФРС США, либо как инфляция. Но, тем не менее, определенную силу на крипторынок в ВВП США у нас также оказывает. И также для тех, кто помнит за проект MEE, который я вам немножко шилил на бирже Bybit, что он будет запускаться, я хочу поделиться результатом. Что у меня была локация на 25347 монет, это эквивалент 250 долларов. И на пике этот проект давал нам от 2 до 3 иксов. И я спокойно зафиксировал это дело в 2 икса. В принципе, поэтому моя вам рекомендация. Периодически поглядывайте в трейд, лаунчпад, что происходит на бирже Bybit. Периодически я вам буду давать такие анонсы, когда у нас появляются новые проекты. Потому что это не моя такая сама цель – пошилить биржу Bybit. А это действительно на таких проектах, лаунчпадах, если вы участвуете за USDT, либо за токены BitDAO, вы можете зарабатывать хотя бы несколько иксов на медвежьем рынке. Как по мне, это весьма полезно. А исходя из этого, если у вас, например, еще нет аккаунта на бирже Bybit, то вы можете завести его по ссылке, либо по коду 4255. Все это я оставляю под видео. В чем ваше преимущество, что вы можете забрать бонус до 30 тысяч долларов, если пройдете регистрацию по этой ссылке, либо используя код. Далее вы идете в бонусный центр, и там вы можете прочитать условия, как забрать от 50 до 30 тысяч долларов, какие условия вам необходимо выполнить. Сейчас также на Bybit у нас нулевая комиссия на спотовом рынке, у нас самые выгодные комиссии, и на текущий момент это одна из самых безопасных бирж, которая не подлежит к санкциям. Поэтому можете не переживать, что вам заморозит ваш депозит. В принципе, у меня все. Если такое видео вам оказалось полезным, то дайте мне обратную связь, видеокомментария и лайка под этим видео. Также, ребят, еще буду публиковать мысли ближе по выходу данных ВВП у себя в телеграм-канале. Ссылочку у него также оставляю в описании под видео. Там периодически будет появляться информация, которой у нас не будет на Ютубе. Поэтому, кому нужно и полезна моя аналитика, welcome, ребят, всех приглашаю. А на этой ноте буду с вами прощаться. Всем желаю хорошего дня и пока!